Эпос Манас издан на латинице. Новое издание вышло в свет при содействии Международной Тюркской Академии. Презентация книги прошла в Бишкекском гуманитарном университете, по просьбе которого был напечатан первый из шести томов произведения. Вновь изданный Эпос Манас подготовлен на основе рукописей кыргызского литератора Мидера Мергенбаева. Он был не только известным монастей, но и активным исследователем самого объемного в мире произведения устного творчества. Свои поиски Мергенбаев проводил в начале прошлого столетия. Ему удалось сохранить все факты в своих рукописях, большинство из которых хранились последние 40 лет в библиотеке Бишкекского гуманитарного университета. В печать вышел первый том работ литератора. Ждет в своей очереди публикование еще пять томов. Они, естественно, вызовут большой интерес для наших исследователей. И я думаю, сегодняшнее событие, сегодняшняя презентация – это тоже особое событие в интеллектуальной жизни Кыргызстана. Помощь в издании работ Мидера Мергенбаева оказала Международная тюркская академия. Руководство Бишкекского гуманитарного университета обратилось за содействием публикации работ известного кыргызского моносовета. Учитывая, что в историческом и литературном плане эпос Манас является достоянием тюркской культуры, было принято решение издать книгу тиражом 100 экземпляров, каждый из которых содержит 650 страниц. Как мы знаем, Мидер Мергенбаев опубликовал многие свои работы, в первую очередь на арабском языке. Потому что в начале прошлого столетия это был практически единственный язык, который позволял распространить свои знания в научном мире. Чуть позже его книги были изданы на кириллице, и вот теперь, благодаря нам, в тираж вышли произведения на латинице. Как подчеркивают ученые, то обстоятельства, что трудоизвестного исследователя эпоса Манас напечатаны на латинице, дают возможность более широкого изучения этой литературы. Кроме того, студенты университета посредством этих книг смогут не только получать знания об эпосе, но и изучать латиницу. Выход в свет новой версии одного из крупнейших в мире образцов устного творчества говорит о том, что эпос Манас до конца еще не познан. Это подтверждает вековую глубину одного из известнейших в тюркском мире литературных произведений. А это значит, что у ученых впереди еще очень много исследовательской работы. Бакат Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.